Здравствуйте, уважаемые студенты! Геморрагический воскулит или болезнь Шенлейн-Генуха – это иммунопатологическое заболевание, характеризующееся системным воскулитом и микротромбообразованием. Заболевания встречаются у детей любого возраста – от 6 месяцев до 16 лет. Пик заболеваемости приходится на возраст от 4 до 7 и от 12 до 14 лет. Этиологические факторы геморрагического воскулита – стрептококковая инфекция, ангины, скарлатины, пневмония, осиомелит и другие болезни, вызываемые стрептококком. Доказательством этиологической роли стрептококков при геморрагическом воскулите является обнаружение у больных повышенного титра осло. Вирусная инфекция – корь, краснуха, ОРВИ, эпидемический паротит, болезнь Боткина и другие вирусы. Могут вызвать заболевания, профилактические прививки, введение гаммоглобулина, переливание крови, лекарственные препараты, что приводит к сенсибилизации организма. Провоцирующие факторы геморрагического воскулита – различные аллергены, укусы насекомых, пищевые продукты. Нередко геморрагическому воскулиту предшествуют парааллергические факторы, такие как повышенная инсоляция, переохлаждение, физическое и нервно-психическое перенапряжение. Предрасполагающие факторы – аллергическая наследственность, то есть отягощение родословной аллергическими заболеваниями, очаги хронической инфекции, такие как хронический танзелит, риносинусит, гайморит, холецистит, глистная инвазия. Метеорологические условия отмечены зависимость от атмосферного давления, колебания влажности, скорости ветра и т.д. Для геморрагического воскулита характерна сезонность. Подъем заболеваемости отмечается в октябре-ноябре и феврале-марте. В основе патогенеза геморрагического воскулита лежит иммунокомплексное некротизирующее воспаление сосудов микроциркуляторного русла. Циркулирующие иммунные комплексы с высоким уровнем иммуноглобулинов А оседают прежде всего на внутренних стенках мелких сосудов. Развиваются асептическое воспаление стенок капилляров, артериол, вену. На слайде представлен здоровый сосуд и сосуд, пораженный воскулитом, с отечной, воспаленной сосудистой стенкой и внутрисосудистым нарушением кровотока. Своё повреждающее действие циркулирующие иммунные комплексы осуществляют вместе с продуктами активации системы комплимента, что способствует высвобождению хемотоксического фактора и выделению большого количества лизосомальных ферментов, которые усугубляют повреждение сосудистой стенки. Вазоагрессивные фракции комплимента, такие как комплекс С5, С9, повреждают участки стенок сосудов, активируют свёртывающую систему и совместно с иммунными комплексами вызывают осматический лизис эндотелиальных клеток. В результате повреждения эндотелия сосудов оголяются базальной мембраной, обнажается коллаген, что способствует прилипанию тромбоцитов к поверхности субэндотелия, то есть адгезии. При этом тромбоциты высвобождают индукторы агрегации, тромбоксан в частности, который вызывает ещё и вазоконстрикцию артериол. Повреждения сосудистой стенки активируют синтез факторов хагеманы и вилебранды, которые стимулируют адгезию тромбоцитов, что ведёт к гиперкоагуляции. Адгезия тромбоцитов на поверхности субэндотелия, образование в сосудах, фибриновых депозитов, тромбоцитарных агрегатов, усугубляет механизм повышенного свёртывания крови с микротромбозом. Происходит ухудшение ареологических свойств кровотока. Процесс близок к развитию диссиминированного внутрисосудистого свёртывания крови первой фазы ДВС-синдрома. Однако, отличается мелкоочаговостью и пристеночностью, отсутствием тромбоцитопении в потреблении. В результате воспаления образуется перевоскулярный отёк, порозность сосудов, выпотевание через их стенку, плазму, эритроцитов, повышенная проницаемость сосудов, микротромбозы и последующее истощение антикоагуляционного звена ведёт к разрыву капилляров. Тромбоз, блокады микроциркуляции, разрыв капилляров в конечном итоге приводят к развитию геморрагического синдрома вплоть до образования некрозов. Патогенез геморрагического воскулита можно представить в виде следующей схемы. В клинике геморрагического воскулита выделяют четыре синдрома кожный, суставной, абдоминальный, почечный. Кожный синдром присутствует всегда. Без него диагноз геморрагического воскулита невозможен. Сыпь пятнистопопулёзная, эксудативно-геморрагическая, багрово-красного цвета со склонностью к слиянию и некрозам. Полиморфная, то есть элементы от 2-3 мм до 2-3 см. В основе каждого элемента лежит воспаление стенки сосуды, зоны перевоскулярного отёка и геморрагического эксудата. Сыпь симметричная. Имеются излюбленные локализации, преимущественно на разгибательных поверхностях конечностей, ягодицах, внутренней поверхности бёдер, вокруг суставов, реже на других частях тела, которые легко охлаждаются. В них замедлен кровоток. Происходит спазм сосудов. Вследствие этого иммунные комплексы длительно взаимодействуют с сосудистой стенкой и вызывают её повреждения. Присутствует волнообразность, то есть новое подсыпание в динамике болезни, чаще после физической нагрузки на сосуды. Этапность сыпи. Сыпь бледнеет, затем пигментируется и исчезает. Пигментация из-за отложения гемосидирины может сохраняться от 5 до 20 дней. Мелкие рубчики образуются лишь при некротической сыпи. Бывает ангионевротический отёк на веках, губах, стопах, кистях, спине, промежности. При надавливании сыпь не исчезает. В начальном периоде может бледнеть. Суставной синдром. В основе лежит процесс в синавиальных оболочках, которые хорошо кровоснабжаются. Синдром протекает по типу артралгии или артрита. Артралгия – только боль. Артрит – чаще прихпухлость, ноющие боли, ограничение движений в суставах. Превалирует несимметричность в облечении суставов. Локализация. Поражаются преимущественно суставы крупного и среднего калибра. Коленные, локтевые, голеностопные, редкоплечевые, позвоночные. Кратковременность поражения суставов. От нескольких часов до двух суток, реже – пять суток. Деформация суставов, утренняя скованность, отсутствуют. Абдоминальный синдром. Основными клиническими проявлениями абдоминального синдрома являются сваткообразные резкие боли возле пупка, стул черного или алого цвета, милена, метеоризм, тошноты, повторные рвоты, иногда с примесью крови. Рентгеноскопия ЖКТ показывает снижение подвижности кишечника, сегментарные сужения. Продолжительность абдоминальных болей разная от нескольких часов до нескольких дней, редко дольше. Абдоминальный синдром развивается в результате эксудативных геморрагической сыпи и отека слизистой оболочки желудка, кишечной стенки, брыжейки, брюшины, возможен тромбоз сосудов с их разрывом и возникновением кровотечения. Почему пациенты нередко испытывают такую мучительную боль? Выраженность болевого компонента можно объяснить спазмом сегментов ЖКТ и нарушением микроциркуляции в слизистой брыжейке, микротромбообразованием в сосудах, растяжением капсулы почек и других внутренних органов, реактивным панкреатитом. Почечный синдром Чаще присоединяется на второй-третьей неделе болезни. Протекают по типу гломерлонефрита, как вторичный гломерлонефрит при геморрагическом воскулите. Клинические варианты почечного синдрома по современной трактовке. Транзиторная гематурия самый частый вариант. Нефритический синдром это артериальная гипертензия, гематурия, протеинурия. Нефротический синдром преимущественно выраженная протеинурия. Излокачественный, быстро прогрессирующий гломерлонефрит с нарушением функции почек. Поражение почек может привести к хроническому течению болезни с развитием почечной недостаточности. Для геморрагического воскулита характерен полиморфизм клинических проявлений. Могут поражаться сосуды любых органов. Присутствуют симптомы общей интоксикации, обусловленные выделением вазоактивных аминов и наличием асептического воспаления стенок сосудов. Клинические формы геморрагического воскулита. Простая форма имеется только кожный синдром и смешанные формы сочетания клинических синдромов в разных вариациях. Степень тяжести легкая средне тяжелая тяжелая степень активности малая умеренная высокая очень высокая степень активности оценивается по выраженности синдромов и лабораторных тестов. Варианты течения молниеносная острая затяжная рецидивирующая хроническая лабораторная диагностика в общем анализы крови тромбоцитоз лейкоцитоз эзенофилия ускоренная соя тромбоцитоз обусловлен тем что как только тромбоциты начинают усиленно расходоваться на образование пристеночных тромбов усиливается синтез тромбопоэтины что ведет к существенному их увеличению в биохимическом анализе крови определяются показатели острой фазовоспаления повышение цареактивного белка альфа-2 и гамма-глобулинов при почном синдроме мочевина кретинин в коагулограмме гиперкоагуляция снижение антитромбина-3 увеличение фибриногена растворимых комплексов фибриномономера фактора виллибранда повышение толерантности плазмы гепарину все это свидетельствует о гиперкоагуляции антитромбин-3 является мощным ингибитором всех ферментативных факторов свертывания как только он снижается ниже 70% начинается процесс микротромбообразования инструментальные исследования УЗИ органов брюшной полости и почек показывает увеличение размеров и изменение эхогенности пораженных органов лечения геморрагического воскулита режим постельный до момента исчезновения сыпи и боли диета гипоаллергенные продукты ограничивают или исключают животные белки экстрактивные вещества консервированные продукты можно вареные овощи молочные крупяные супы каши с молоком отварное постное мясо молоко творог омлеты яйца смятку сладкие сорта фруктов черствый хлеб или сухари из него соки кисели компоты варенье слабый чай с молоком настой шиповника медикаментозное лечение антиагреганты и антикоагулянты базисный метод лечения геморрагического воскулита дезагреганты занимают первое место в медикаментозной терапии их назначают всем больным с геморрагическим воскулитом и как можно в более ранние сроки антиагреганты курантил 2-5 мг на килограмм масса тела в сутки трентал 100 мг 2-3 раза в сутки эффективны дезагреганты третьего поколения ибустрин или тиклопедин тиклит для улучшения микроциркуляции курс 3-4 недели антикоагулянты второе звено базисной терапии геморрагического воскулита это гепаринотерапия доза и длительность гепаринотерапии зависит от формы и тяжести заболевания легкая степень 100 200 средне тяжелая степень 200 500 тяжелая степень 500 800 единиц на килограмм массы тела в сутки гепарин вводится через 8 часов подкожным 4-6 раз под контролем свертываемости крови норма по 4-8 минут дозу гепарино считают адекватной если время свертывания крови увеличивается в 2 раза при внутривенном введении гепарин быстро выводится с мочой за 3-4 часа лучший способ введения подкожный где он гепанирует и медленно всасывается в кровоток гепарин нельзя вводить 2-3 раза в день так как это провоцирует развитие внутрисосудистых тромбов отмена должна быть постепенной за счет снижения дозы а некратности введения антибиотики назначаются при наличии сопутствующей инфекции или очагов хронической инфекции предпочтение отдаются макролидам защищенным пенициллином цефалоспоринам трансфузионной терапии для улучшения релогических свойств крови глюкозно-вокаиновая смесь при абдоминальном синдроме декстрозы декстран курантил преднизолон при снижении уровня антитромбина 3 показано переливание свежей замороженной плазмы кортикостероидной терапии назначаются не всем больным с геморрагическим воскулитом а только при тяжелом абдоминальном синдроме ангионевротических отеках тенденции к образованию некрозов грубых поражениях почек рекомендуется использование средних доз преднизолона не более 2 мг на килограмм в сутки коротким курсом применять только под прикрытием адекватной дозы гепарина учитывая способность гормонов увеличивать агрегацию тромбоцитов антигистаминные препараты назначаются при наличии аллергического фона и с целью блокады медиаторов воспаления энтеросорбенты применяются с целью связывания биологически активных веществ и токсинов в просвете кишечника плазма форез как метод экстракорпорального очищения крови может быть использован при тяжелом течении геморрагического воскулита его целью является не только введение антитромбина 3 но и выведение из организма циркулирующих иммунных комплексов и белков острой фазу воспаления профилактика в основном это закаливание санация хронических очагов инфекции ранее диагностика заболевания спасибо за внимание да назначима канала хронические обладателя инфекции